Уборочная страда вот-вот начнется и в хозяйстве фермера Андрея Бабушкина. Общей площади земель бизнесмены из Горномарийского района достигли 800 гектаров. Уже в будущем году половина из них будет оснащена системами искусственного орошения. Вот смотрите, такой мощный куст. Клубней, я думаю, где-то около 15 с чем-то. Вода же, видите, только начинает свистеть, еще бутонизация, только цветение идет, но что-то свело уже, цветение, и уже клубни какого размера. Есть еще месяц расти, и я думаю, за месяц куста мы получим, ну, кило-полтора. Если бы не поливалось, сейчас клубни были бы вот такого размера только. Полив – это 50% успеха, полив. Огромное картофельное поле с непривычной массивной ботвой денно и ночно подвергается поливам. Горномарийский район этим летом практически не видит дождей. Поэтому такая многомиллионная поливальная установка в хозяйстве фермера Андрея Бабушкина не прихоть. В этом году мы должны поставить еще две поливальные установки. Это запустили в феврале и начали собирать, вот весной запустили. За один круг она сразу одновременно поливает 80 гектаров. Вот машина очень серьезная. Ну и поле, конечно, подбирали специально под эту километр на километр поле, 500-метровая машина. В итоге уже в следующем году из 800 гектаров Бабушкина под постоянным поливом в общей сложности шести поливальных систем будет находиться половина земели фермера. А урожайность картофеля с этого конкретного поля прогнозируется на уровне 40-50 тонн с гектара. Сводить урожай уже этой осенью будут в новый терминал. Терминал – это очень громко звучит. Это картофельный склад. Дом до картофеля, будем говорить так. На полную мощность этот склад выйдет через два года. Однако первая очередь его будет введена уже примерно через месяц. По планам треть овощного дома будет занимать продовольственные картофели. Вторую треть отдадут под хранение семенного материала. Еще треть – это так называемый центральный зал или зона сортировки, фасовки, калибровки. Эти земли, новые поливальные установки, которые мы в этом году построили и собираемся строить, находятся от нашей старой базы 25 километров. Просто перевезти отсюда при осенней уборке очень далеко. Логистика будет сложной, поэтому решили здесь надо строиться тоже. И так как площадь увеличиваем. Кроме картофеля, на своих полях бабушкин в этом году по традиции посадил капусту, а также ноу-хау – пшеницу. Впрочем, зерновые культуры какого-то денежного дохода не приносят. Посадка пшеницы обусловлена севооборотом. Кроме того, в 2018-м фермер из Горноморийского района не выращивает лук. Дело в том, что погодные условия не позволили высадить его в нужные сроки. Ну а каким в целом будет будущий урожай, фермер, как и другие сельхозпроизводители, узнает очень скоро. Горячая пора уборочной страды в Мариелл началась. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова